МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, Россия! Ловите мое пламенное приветствие из Сербии, из Белграда. Это дневник Евровидения. Я специальный корреспондент МТВ. Меня зовут Юра Пашков. Репетиции идут полным ходом. До финала конкурса осталась всего лишь неделя. Через 7 дней мы узнаем имя того, кто станет главным, то есть первым, основным победителем Евровидения. Сегодня в программе. Информация о том, что нас сняли с конкурса, но она практически вообще не имеет под собой никаких факторов. Голосуйте, голосуйте за Украину. Интересно, что это женщина или мужчина? Голубь дутыш. Белый, белый голубь. Голубь мира. С каждым днем страсти накаляются. В последние дни интернет пестрит статьями о Дмитрии Билане. То речь идет о каких-то судебных разбирательствах, то о скандалах вокруг Евровидения 2008. Что же об этом думает сам Дима? Хочу прокомментировать. Информация называется «Горячие руки». По поводу того, что снимает ли Дима Билана и всю эту замечательную команду с Евровидения или нет. Новость, конечно, душесчипательная, привлекающая множество читателей. Эта информация не совсем правильная и даже совсем неправильная. Потому что, да, мы здесь находимся уже достаточно давно, и была первая репетиция, на которой мы как-то вот посовещавшись вместе, пришли к выводу, что все-таки второй вариант, второй вариант номера, второй вариант перформанса, а он как-то эмоциональнее и, наверное, даже доступнее для восприятия. Так что информация о том, что нас сняли с конкурса, но она практически вообще не имеет под собой никаких фактов. Именовали, надеюсь, слава богу, все эти проблемы. Хотя декорация ехала тоже достаточно долго и была на границе, и, в общем, как бы могла задержаться. Буквально в последнюю минуту она приехала, и как раз-таки лед есть. Даже, может быть, мне кажется, будет несколько вариантов льда. На днях в Белград прилетели Аня Лорак и Филипп Киркоров. Напомню, что Аня – представительница Украины, а Филипп – автор песни «Шейди Леди», с которой она будет выступать на Евровидении. Напомню также, что в прошлом году Украину представляла скандальная Верка Сердючка, которая заняла второе место. Надеюсь, Аня и Филипп уже успели распаковать свои чемоданы. Здесь начинается Арбат. Их называется «пешка зона». Голосуйте, голосуйте за Украину. 12 points from Russia goes to Ukraine from everybody. Здесь сердца Белграда, ногам Аня Лорак. Нашли фонтанчик. У меня тут голубь. Голубь дутыш. Белый, белый голубь. Ой, класс. Голубь мира. Кстати, хороший знак. Голубь мира. Это знак. Прямо как Филипп, голубь мира. Да, а все думают, что я ворона. А, кеннете? Во! Это Украина! Ой, какая фотография. Очень. Просто божественная. Крикантная биография европских лепотика. Ну что, ты видел? Мы на первом месте предварительно. Ну, это все ничего не значит, понимаешь? Да, но приятно. Вот Димка наша. Димка, Евровизия, я чудно. Она, я по фотоолимпийским гиганам. Все нам интересное всех. И ты, ты, смотри. О, точно. Вот ты знаешь, на тебе такие прогулки. Я практиковал в молодости. Где-то в начале 90-х, в конце 80-х. Когда приезжал в Ялту, для того, чтобы народ пришел на концерт. Ну, чтобы видели, что я приехал в город. Да, поверили. Поверили. Я вот так вот выходил со своим коллективом. И гулял по главной набережной Ялты. Гуд лак! Кто хочет мороженое из... Ой! Мороженое. Какой рожок красивый. Рожок. Остань мой рожок. Ой, магнитики. Сердце. А это вообще как украинское. Это не сегаля воду. Скоро мы славдеться. Это памятник защитникам Франции. Ну, интересно, что это женщина или мужчина? Ты знаешь, сегодня это, по-моему, уже не имеет никакого значения. Понимать, кто ты. Потому что вроде бы как мужчина, но она как бы женщина. Да, по формам тела. Вот это была австро-венгерская граница. Завтра мне надо ехать в Москву, вызволять из таможни промо-продукцию. Маечки, кепочки. На один день. Столько шума поднялось из этой промо-продукции. Все трубятки, все газеты, все журналы, все, контрабанда. Нормально, твои маечки, диски, кассеты. Забидно вообще. И эти самые телефоны твои с рингтонами, с твоей мелодией. Так если бы на продажу, так мы же их просто раздаем. Подняли, контрабанда телефонов. Какие телефоны? 20 несчастных телефонов? Ну, это всегда нет, чтобы своих поддержать, помочь. Сразу 20 переросло в тысячу. Ладно, все будет хорошо. Хорошо. Ты, главное, спой. Господа, у нас есть храм Христа Спасителя в Москве. Здесь же находится самый большой православный храм. Чуть ли не в мире, говорят даже. Чуть ли не в мире. В Европе, как все кучу, 100%. Называется храм Святого Павы. Ну что ж, закончилась наша прогулка. Мы посмотрели город. Увидимся на MTV. Финал Евровидения 24 мая в 23.00 в ток-шоу «Смотрим вместе» на MTV. А с вами был Юра Пашков и хронограф событий за кулисья. Дневник Евровидения 2008 года. Всем счастливо и не пропускайте наших эфиров.